МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! В майские праздники мы вспоминаем о самых значимых событиях марта этого года. Чем он запомнился и чем отличился? Чем порадовал, а может, огорчил? Все, что активно обсуждали в течение этого месяца в нашем праздничном спецвыпуске. Провал финансирования и дефицит в десятки миллионов рублей. Текущая ситуация в ДЭП грозит предприятию закрытия. Дыры в бюджете образовались в том числе и из-за того, что соседняя Мордовия в прошлом году не оплатила работы по строительству новой дороги, хотя магистраль сдана. Ситуация работает в ручном режиме. Действительно, управление... Зачастую мы активно вмешиваемся в деятельность ДЭПа, потому что в противном случае есть риск, что это предприятие может прекратить свое существование. Поэтому мы не можем его бросить. Это люди, это обязательства города. Как рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции, перспективы, что Мордовия закроет свой долг, есть. Глава города надеется, что в течение марта удастся вывести финансовое состояние ДЭП из ямы и привести хотя бы к нулевому балансу. Есть подвижки и с вопросом строительства детской поликлиники. Мы действительно надеемся, что в марте вопрос уже будет полностью закрыт. То есть все решения будут уже подписаны. То есть сейчас они устно проговорены, но мы надеемся, что они будут уже подписаны и стройка возобновится. МГУ Саров – это еще один вопрос, который интересовал журналистов. Ожидается, что уже в сентябре там начнут обучение первые 50 студентов. Учебные корпуса из тут городок расположатся на территории технопарка, который в перспективе станет частью Сарова. Административные границы города выйдут за пределы охраняемой зоны. Так появится так называемый «большой Саров». Мы пытаемся сохранить в рамках существующих юридических обязательств контролируемый периметр, и та пропускная система сохранится. То есть мы не планируем ее жестоко менять. И получаем некую открытые территории, которые живут в существующем порядке. На текущий момент пока нет целесообразности делать пропуска всем, ну, как говорится, внешним жителям для города. Такие проекты, как МГУ «Саров», сделают город более привлекательным для перспективной молодежи, уверен Алексей Сафонов. Ответил мэр и на личные вопросы. В частности, признался, что новая должность не вызывает у него однозначных эмоций. Раньше я был более свободен в плане своих решений, в вопросах проведения досуга, что называется. Понятно, это заметно отразилось на семье. Им тоже не все нравится в моем образе жизни действующем. С другой стороны, работа действительно интересная. Есть такие задачи достойные, которые, скажем так, не стыдно за них взяться. И есть возможность их решить. Такие встречи с журналистами Алексей Сафонов планирует проводить регулярно. Несмотря на то, что COVID-19 с нами уже больше года, до сих пор в СМИ появляются новости о том, что ученые обнаружили его новые особенности. Чаще всего журналисты пишут о том, какие последствия может вызвать перенесенная коронавирусная инфекция. Болезнь эта по-прежнему малоизучена и может преподнести еще много неприятных сюрпризов. Даже если человек перенес COVID в легкой или бессимптомной форме, медики рекомендуют прислушиваться к себе, следить за здоровьем, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность. Если инфекция протекала с осложнениями, сопровождалась тяжелым поражением легких, то потребуется некоторое время для восстановления организма. Таким пациентам при выписке рекомендуется выполнение дыхательных упражнений в домашних условиях, ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе, дозируя темп и следяя за чистотой дыхания. Чаще всего коронавирус поражает обонятельные вкусовые рецепторы. При средне-тяжелых формах он наносит удар по легким. Коронавирус способен поражать нервную ткань. Клинические симптомы в этом случае проявляются в виде неврологических расстройств. Главная боль, снижение памяти, нарушение сна, известны случаи психомоторного возбуждения пациента. Восстановление зависит от степени тяжести перенесенной инфекции. Если у пациента имеются сопутствующие хронические заболевания, заболевание протекало в тяжелой форме, сопровождалось с большим объемом поражения легочной ткани, пациенту проводилась искусственная вентиляция легких. Ожидать, что пациент быстро вернется в привычный образ жизни после выписки не приходится. В первую очередь, человеку, перенесшему ковид, нужно обратиться к участковому терапевту. Специалист после осмотра оценит динамику, при необходимости назначит дополнительное обследование и определит тактику лечения. Храм Старстотерпцев, он по своему качеству, это лучший объект, который в Сарове был построен за последние, может быть, 10 лет, как минимум. И сделать вокруг него некую такую градостроительную ауру, которая бы гармонировала ему, это было бы очень верным решением. Различные варианты благоустройства территории вокруг храма обсуждают уже несколько лет. Недавно свой проект предложило Саровское благочение. Согласно документу, сразу за территорией храма планируют построить культурно-просветительский центр для работы с семьей и детьми. Вокруг него предусмотрено озеленение устройства сквера с пешеходными дорожками, освещением, скамейками, мафами, автостоянкой сторон улиц Менделеева. Сквер давно просили жители близлежащих домов. Если честно, мне больше нравится, когда больше озеленения в городе, но по опыту я знаю, что у меня есть друзья, которые, наоборот, не любят, когда слишком много деревьев. Но если убирать, то, наверное, лучше сквер. Дома построить. Почему? Ну, потому что не хватает места жительства кому-то там. Конечно, культурный центр лучше. А почему? Да. Ну, вот здесь храм. Люди ходят в храм и будут и здесь отдыхать, и рядом с храмом. Зелени практически не остается в городе. Какой он был зеленый? Я с 54-го года живу в городе. А сейчас что осталось? Лучше сквер, естественно. А почему сквер? А потому что и так друг на друге стоят дома. Вот. Уже, в общем-то, места нет разумное. За это и потопы происходят. Вот. Снегопады, снег, некуда класть. Вот. Затора со снегом и прочее. Ну, лучше сквер, наверное. Так, поменьше, чтобы народу было. Чтобы можно было, как говорится, в сквере посидеть, выйти там подумать и вообще. Культурно-просветительский центр, как следует из статьи на сайте православной Сарова, будет представлять собой двухэтажное здание. В нем сосредоточится приходская жизнь саровского благочения. Будут проводиться занятия для детей, работы детские кружки и секции. В оборудованном театральном зале жители города смогут увидеть концерты, спектакли православного творческого объединения «Мир» и приезжих творческих коллективов. Предусмотрено пространство для проведения выставок и организации праздников. Запланировано помещение для молодежного клуба, волонтеров, библиотеки с читальным залом, кафе и игровая комната для малышей. Пока это только планы, но саровское благочение верит в их воплощение в жизнь. Екатерина Опенова, Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Саровчане проводили зиму и торжественно встретили красавицу весну. 14 марта в парке Зернова отметили последний день масленичной недели «Прощенное воскресенье». Из-за коронавирусных ограничений традиционные гуляния провести не удалось. Однако организаторы нашли выход и приготовили для горожан масленичную ярмарку. Мы надеемся, что этим праздником мы зиму проводим не сну встретим. И вместе с весной к нам придет новость о том, что пандемия закончилась. Нам можно будет встречаться чаще, ближе, ярче и веселее. В этом году ярмарку расширили. К празднику открыли 20 торговых точек с разными угощениями и сувенирами рукодельницы с города мастеров. Главным блюдом дня, конечно же, были блины. Символ праздника выпекали прямо в парке. От шашлыка до блинов, куча всяких вкусняшек. Также у нас здесь представлены сувениры от наших предпринимателей, от города мастеров. Мы постарались собрать здесь максимум интересных и вкусных предпринимателей. В общем, очень приятно, что нам дается совместная работа. Объединение – это всегда хорошо. И когда городские организации подходят совместно к проведению таких важных мероприятий, как масленица, это всегда плюс. Ярмарку организовали с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Торговые точки стояли на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Напитки и угощения продавали только в промышленной упаковке. Несмотря на все запреты и ограничения, гостей парка с каждым часом становилось все больше. Горожане соскучились по массовым праздникам. Очень замечательный праздник, очень весело, душевно. Аромат блинов, дыма шашлычного. Также в парке можно было прокатиться на пони и сделать фотографии на память в тематических фотозонах у богатырской блины и музыкальной масленицы. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Оркестр, парадный расчет, руководители города, Саровской дивизии и ветераны внутренних войск. В такой, можно сказать, камерной обстановке у Вечного огня почтили память военнослужащих, погибших при защите своего Отечества. Выражаю глубочайшую признательность и благодарность всем, кто прошел путь войны до конца и вернулся из адского труда живым и здоровым. Но, к сожалению, это удалось не всем. За 210-летнюю историю военнослужащие войск правопорядка стойко охраняли важные государственные объекты и защищали суверенитет государства. Офицеры, прапорщики, солдаты Саровской дивизии также участвовали в войнах. В составе нашего соединения многие военнослужащие участвовали в боевых действиях по поддержанию традиционного порядка в Советском Союзе и в России. И отдельные товарищи, капитан Шатилов, рядовой Мамутин, рядовой Гордеев погибли при исполнении воинского долга. Поэтому мы должны об этом постоянно помнить и напоминать нашим военнослужащим всех категорий. Ветераны внутренних войск отметили, что это мероприятие знаковое и должно стать традиционным. Именно о тех, кто отдал жизни за независимость государства, нужно знать и помнить. Событие сегодняшнее, оно волнует нас. Тем более, с ними служил я. Евгений Шатилов тот же. Мы вместе служили. Память погибших почтили минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. ПЕСНЯ 210 лет внутренним войскам и пять лет со дня образования войск Национальной Гвардии. В ДК прошел праздничный юбилейный концерт, посвященный Дню войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Ветераны заложили славные боевые традиции. Мы надеемся, что вы в своем добросовестном исполнении воинского долга перед нашей Родиной, перед народом, несете свой достойный вклад при умножении славных боевых традиций нашего орденового соединения. С праздником вас! Сотрудникам подразделений вручали награды, почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. В этот торжественный день со сцены в адрес гвардейцев звучали теплые слова и пожелания. Глава города Алексей Сафонов подарил Саровской дивизии памятный подарок – картину с видом монастыря, как символ города, который защищают и оберегают военнослужащие. Большие слова благодарности хочется сказать соединению за то, что вы всегда участвуете во всех мероприятиях, во всех событиях нашего города. Это очень важно, потому что этот город создан отчасти так же и вами, благодаря вашим ветеранам. Потому что тот город, в котором мы сейчас живем, те истории, те традиции, которые вы так свято чтите, были заложены в вашем предшествии. Поздравить Саровскую дивизию также приехал ансамбль песни и пляски Приволжского округа вось национальной гвардии Российской Федерации. Танцоры, инструменталисты и вокалисты приготовили для военнослужащих часовую концертную программу. Конечно же, мы привезли сюда праздничную программу. Совсем недавно, в феврале, у нас был фестиваль ансамблей всей Росгвардии Российской Федерации. И каждый ансамбль готовил программу для того, чтобы показать ее на фестивале. И одна из замечательных программ, которая сегодня здесь, в Сарове, это та фестивальная программа. Праздник прошел с соблюдением всех норм коронавирусных ограничений. Места присутствующим распределили с сохранением необходимой дистанции. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.